Волонтёры и руководители общественных организаций муниципалитета во время режима самоизоляции приходят на помощь нуждающимся. Тем, кто не может позаботиться о себе в эти непростые дни по объективным причинам. На этот раз люди с ограниченными возможностями здоровья получили набор продуктов первой необходимости от депутата Совета депутатов округа и председателя торгово-промышленной палаты Владислава Рымши. Ну, как говорится, наш любимый Владислав Валерьевич о нас заботится, не забывает и помнит, да? И, как говорится, старается нас поддержать по мере сил и возможностей. Поэтому мы тебя порадуем, вот торгово-промышленная палата, тебе такой наборчик небольшой, да, чтобы поддержать немножко. Если что-то надо, звони. В состав набора входят продукты длительного срока хранения, такие как крупы, мука, сахар и масло. Делаем адресную помощь особо нуждающим – это инвалидам. У нас есть волонтеры на базе общественной палаты. В такое непростое и трудное время мы все объединились. У нас происходит дежурство, оказываем помощь, отвечаем на звонки, информируем в соцсетях. Среди тех, к кому приехали волонтеры – молодая ведновчанка Ольга Варламова. В обычное время она ведет активную общественную жизнь, а сейчас вынуждена сидеть дома. У меня раньше были и танцы, и лыжи мечты, но сейчас, поскольку ничего этого нет, мне приходится как-то оставаться здесь. Вместе с мамой Ольга благодарна организаторам акции за такую важную помощь. Сейчас мы находимся в такой изоляции, мы пытаемся и стараемся исполнять все указания и просьбы нашего правительства. То есть, ну, я призываю всех это сделать. А на самом деле очень приятно внимание общественной палаты такой категории граждан. Всего за час волонтеры успевают объехать сразу несколько квартир, где проживают нуждающиеся граждане. Небольшая, на первый взгляд, помощь для этих людей оказывается неоценимой поддержкой. Продукты – это, конечно, очень необходимо, это нужно, но нужно еще и общение. И вот среди детей с ограниченными возможностями здоровья у нас создана в соцсетях группа, где играют, общаются не только дети, но и родители. В социальных сетях люди с ограниченными возможностями здоровья во время самоизоляции общаются дистанционно. Там они всегда могут попросить о помощи в той или иной ситуации. И их просьбу обязательно услышат.